Вещи и люди нас окружают, И те, и эти терзают глаз. Лучше жить в темноте. Я сижу на скамье, в парке, Глядя во след проходящей семье. Мне противил свет. Это январь, зима, согласно календарю. Когда противит тьма, тогда я заговорю. Пора. Я готов начать. Неважно, с чего, открыть рот. Я могу молчать, но лучше мне говорить. О чем? О днях, о ночах, или же ничего, или же о вещах, а не о людях. Они умрут. Все. Я тоже умру. Это бесплодный труд, как писать на ветру. Кровь моя холодна. Холод ее, лютии реки, промерзший до дна. Я не люблю людей. Внешность их не по мне. Что-то в их лицах есть, что противно уму. Что выражает лесть, неизвестно кому. Вещи приятней. В них нет ни добра, ни зла внешне. А если в них, в них, то и внутри нутра. Внутри у предметов пыль, прах. Древо точит жук, стенки, сухой мотыль. Неудобно для рук пыль. И включенный свет только пыль озарит. Даже если предмет герметично закрыт. Старый буфет, внешне, так же, как изнутри, напоминает мне Нотр-Дам-де-Пари. В недрах буфета тьма, швабра, епитрахиль, пыль не сотрут. Сама вещь, как правило, пыль, не тщится перебороть, не напрягает бровь. Ибо пыль — это плоть времени, плоть и кровь. В последнее время я сплю среди бела дня. Видимо, смерть моя испытывает меня. Поднося хоть дышу зеркало мне ко рту. Как я переношу небытие на свету. Я неподвижен. Два бедра холодны, как лед. Венозная синева мрамором отдает. Преподнося сюрприз, суммой своих углов. Вещь выпадает из мира порядка слов. Вещь не стоит и не движется. Это бред. Вещь есть пространство без коего. Вещи нет. Вещь можно грохнуть, сжечь, распотрошить, сломать. При этом вещь не крикнет, ебена мать. Дерево, тень, земля под деревом для корней. Корявые вензеля, глина, гряда камней. Корни их переплет. Камень, чей личный груз освобождает от данной системы уз. Он неподвижен. Не сдвинуть, не унести. Тень, человек в тени, как рыба в сети. Вещь, коричневый цвет вещи, чей контур стерт. Сумерки больше нет ничего. Натюр морд. Смерть придет и найдет тело, чья гладь. Приход смерти, словно визит женщины, отразит. Это абсурд, вранье, череп, скелет, коса. Смерть придет, у нее будут твои глаза. Мать говорит Христу, ты мой сын или мой Бог? Ты прибит к кресту, как я пойду домой, не поняв, не решив, ты мой сын или Бог? То есть мертв или жив? Он говорит в ответ, мертвый или живой, разницы, Жена, нет. Сын или Бог? Я твой.